Привет, привет! Ты на канале ААА, с тобой Рэй, и мы продолжаем прохождение масс-эффекта. Вот тут жнец, ластелин, всё что-то крушит, такой типа весь из себя. А мы тут на магнитных ботинках гуляем, в общем-то, под стаделью. Вот она вот так вот выглядит. Да, на текстуру тут немножко обои, я скажу так, дешёвенькие. Но, как бы первая часть, логично было ожидать. Дешёвенькие обои! Ну-ка, нафиг, отошёл от меня. Активируй, пожалуйста, и щиты тоже. Кроган, мылазь. Мы знаем, что там. Упс-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су, тихо! Тут ещё лезут. Так, кто-нибудь, вы можете его подкинуть? Давай щиты восстановить, так, на всякий случай А я типа попробую его разрушить Ну, только не в меня Давай, пенецелинчик А че у вас так тут дофига-то? Просто не слишком много для одного места, не? Единственное по поводу сохранения Я переживаю то, что Как бы они не сделали так То, что мне надо будет продолжать за это Вау, ты бегать неожиданно научился А мне кажется, тут будет лезть бесконечно Что-то здесь не так Ах ты ж, ты посмотри Тут надо будет все пушки разрушить Может, опрятаться будет? Оу, боленский Сказал он будет спрятаться и сам не спрятался Ну, в принципе, тут не так уж сильно прям, чтобы сложно Просто вода получается выращиваться почаще Почаще выращиваться Ну, точнее, просто не лезь на рожон Так Мы же здесь всех раскидали, типа, да? Да Все, сейчас я понял Мы сейчас с этим быстро всем делом разберемся Все будет легко и красиво Не стоим на месте Не стоим на месте Не стоим на месте Просто не стоим на месте Просто не стоим на месте Просто не стоим на месте Отлично Так, еще осталось чуть-чуть Вот это просто повезло Ладно, так и быть Отлечимся Щитульку На всякий случай Щит еще никому не мешал Так, что я пройти не могу? Супер Просто потому, что так локация построена Замечательно Да понятно, что здесь гетто Ладно, пойдем здесь Пойдем за стороны Да пофиг на на тебя Отстреливать в этом что хотите Да, блинский Прямо Отлично Тут еще кто-то Отлично Раскидали Все, сохранились Вообще супер Просто идеально Я же правильно понимаю Нам дальше сюда, да? Да Че-то не вижу врагов Открыть Открыть Понятно Это шлюз Так и быть Давай открываем Опять какое-то у нас будет В смысле Вы что, не потратились на то, чтобы он просто хотя бы слез, залез, по лестнице пошел? Настолько все сложно Где аптечка Давай возьмем А, здесь уже сохраняться нельзя Все с вами понятно Так, какое оружие Все замечательно Замечательно Супер Идеально Идеально Денег дофига Едем дальше Саран А че это вы со всех сторон постреляете? Может мы так не будем подходить к нам нагло? О, двоих хоть раз поднял Нормально Так, все Давайте чуть-чуть Потупим немножечко Подождем пока у меня не хотела Ладно Ох, сохраниться можно Замечательно Вот только перед Сараном Мне сохранения не хватало Здорово Милейший Не получится Не волнуйся Ну, на своем этом вылезет Греночки раскидывает Молодец, крутой чувак У всех одни и те же гренки И где же эпичная музычка Для конечной схватки Ты не успеешь Давай покончим с этим Я победил Уже дошло, нет? Через пару минут Властелин будет контролировать Все системы цитадели И транслятор откроется Пожинатели вернутся У меня осталось пара тузов в рукаве Тебе удалось пережить нашу встречу на Вермайере Но с тех пор я изменился Стал лучше Стал лучше Властелин Усовершенствовал меня Китроумные железяки Тебя не спасут Пожалуй, я должен поблагодарить Тебя, Шепп После Вермайера Я все думал о твоих словах О том, что Властелин Манипулирует мною О внушении Сомнения стали разъедать меня Властелин почувствовал это Его имплантаты Укрепили мою решимость Теперь все сомнения позади Я всецело верю во Властелина Я знаю, что Пожинателям нужна органика Присоединись к нам И Властелин найдет для тебя место Через эти имплантаты Властелин тобой управляет Ты не понимаешь этого? Наш симбиоз взаимовыгоден Органика и техника Сплетены воедино Союз, плоти и стали Сильные стороны от обеих Слабые и от одной Я образ будущего Шеппард Эволюции всей органической жизни Это наша судьба Присоединись к Властелину И ты переродишься Да, но я могу использовать Властелин еще не победил Я не дам ему захватить контроль над станцией Отойди в сторону И нашествие не состоится Мы не можем это остановить Лишь задержать У тебя же были видения Ты знаешь, что случилось с Протанами Пожинатели слишком сильны Ну ладно, давай Ты еще понимаешь, что так нельзя Ты можешь бороться Возможно, это правда Возможно, еще есть шанс, чтобы... Неужели все разговорами решится Да ты... Властелин слишком силен Мне жаль Но уже слишком поздно Есть лишь один способ прекратить это Если у тебя хватит пороху Да ладно, стой, подожди, я типа... Ну, мне кажется, он в любом случае Сам себя застрелит Как ни крути Ну, чисто из интереса Давай мы просто посмотрим Типа, да, понятно Ну-ка, сейчас я сохранюсь Просто ради интереса И загружусь Мне просто интересно посмотреть Че, можно ли... Можно ли, короче, другое какое-то решить Друг по-другому разговор построить Сейчас я быстренько с ним поговорю Но мне кажется, что как-то он там не выбираем Все равно сам себя убьет Эти разговоры просто от... Как бы... Отгораживают От перестрелки с ним Которые, в принципе, я считаю бесполезны То, что мы... Перестрелять там любого можно Ну, давай, только давай промотаем разговоры, да? Ну, я же говорил, исход один все равно Ну, слушай, получается Он, в принципе, хороший В итоге был агент Просто он первый, кого властелин, получается, поработил Он достаточно долго сопротивлялся Видишь, он же не хотел, типа, всех убить Он считал, что... Типа, как-то спасет все это дело Ну что ж, ладненько Не все так однозначно, в общем-то говоря Майл стража сработал Я контролирую все системы Быстро! Раскрывайте станцию! Возможно, флот успеет сбить властелина до того, как он вновь перехватит управление Попробуйте открыть канал связи Я думал, сделают выбор Типа, я такой, нет Основные двигатели отключены Мощность генетических барьеров упала до 40% На борту члены совета Повторяю, на борту члены совета Нормандия, цитадели Нормандия, цитадели Скажите, что это вы, капитан Я здесь, Джокер Мы принимаем сигнал бедствия, капитан Я тут в секторе Андуры Со всем Арктурским флотом Мы можем спасти путь предназначения Просто разблокируйте ретрансляторы вокруг цитадели И вы тут как тут Нельзя жертвовать людьми ради спасения совета Что он сделал нам хорошего? Это касается не только людей Властелин угроза для всех органических видов в галактике Точно! Нельзя тратить силы подкрепления на попытки спасти совет Их надо сохранить до момента, когда властелин будет уязвим Какие будут приказы, капитан? Лететь на выручку пути предназначения Или погоди, покажу, порвать Так спасайте совет, чё? Я открываю ретрансляторы, Джокер Путь предназначения Без командования мы никому никак никогда не пригодилось Да ну это нелогично, типа Если мы не спасем, получается, членов совета То автоматом теоретически земляне, как бы, говорят о том, что могли спасти Ну выяснится же, что мы могли спасти, но не спасли И даже если, получается, мы бы отвергли бы, получается Не вызвали бы жрецов и спаслись бы от них Ну, допустим, если бы на этом всё закончилось Типа То Были бы разборки тогда внутренние Почему-то, типа, мы могли бы не спасли совет Потому что вот, настолько пустили, типа В этот Повторяю, вы в безопасности Неужели они убьют властелину? Я не помню вот эту тему Или он просто спокойненько в себя улетит? Он мёртв? Да нет, он не мёртв, по-любому Потому что в нём столько имплантантов, что, как бы, там без его мозгов уже Достаточно в нём управляющих органов Смотри, какой у меня храбный получается Шепард Он послал вперёд двух девчонок Вперёд себя Ну, так уж и стреляй сразу Размочи ему все мозги Чё ты паришься Он мёртв Да всё, оно, мне кажется, это вряд ли поможет Его просто силой отживить Не сцелить Ну, я же говори Сделать из него кончатую механику Ну вот, мы замкнули, надо поставить Не лови, сделай, не замкнули А, слушай, какие же будут потом в следующей части Прикольно А здесь они его сделали типа такого Где-то Где-то Скачет он прикольно Да где умения-то все Стой, так, давай-ка так Иммунитет, понятно Значит, я тогда заюзаю Вот это Нам нужно снять ему щиты Ну, смотри, как Где-то там Продишь Ну, приподнятии в салоне Нельзя оттолкнуть Точно-то, да, по-иделу нельзя Здесь я только расстреливаю Для качества я делал Во всякий случай Ну, вот такое Как бы я скажу, что Почти грохнут Смотри-ка Вот это он крутой Все, горение сейчас начнется И это будет Жопинг Да-да-да Только, наверное, горение Одета тоже Не такое огромное Мне количество жизней Где-то там Но он же не может Одновременно и там И здесь быть А, я помню Это прикольные лучи Которые Сдирают Просто корабли Наполон Нужно отходить Отставить Это наш единственный шанс Уничтожить это чудовище Любой ценой Да ладно Да ладно, он со счет И восстановил Ну, он молодец Конечно, я скажу Честно говоря Так, ешкин кот Вот так передвигаться Неудобно Почему я не могу Ходить А что, застрял что ли? Иди нафиг Отсюда Отвалил Вот он скакает Конечно, мастер Где-то там Где-то там Эти ключи, получается Которые Солдаты Они вообще Бессмертные Теоретически Потому что Типа Куда же ты Завязывай, да? Потому что У них этот адреналин Который здоровьем Завязывается И эшлю вообще С полной здоровьем Давай Броньку восстановим Так, на всякий случай Я не хочу Два раза с ней Срабатываться Это слишком долго Всякий случай Броню Завязывай Ну, чисто Вмазали ему Дофига здоровья И все И, каэч Биотические Умения Бесполезные И чем больше Каэч Моя получается Объем Тем Тем Больнее Он становится Для нас Так Устанавливай Кпшечки И давайте Мы уже Кидаем Как-нибудь Неспешу Да Ну, давай Умираем Ну, чуть-чуть Жас Осталось Я же вижу Все Это уже Практически Готов Ну, отлично Настолько Все жестоко Что его Прям сожгло Смотри Сразу Все 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 Типа Он Отключился Или он Пытается Так Улететь Как он Сделал Вот Вираж Если Там Нет Нет Гравитации Нет Гравитации Посмотри Наскось Пробили Уходим Я дождаться Пока шепард Уйдет Никто Не подумал Об этом Зачем Ну, отлично Капитан Андерсон, мы нашли их, они здесь. Спокойно, все кончилось, вы в безопасности. Где капитан? Субтитры сделал DimaTorzok Просто кадр из этого, педра, от Академского моря. Капитан жив. Слишком злобно, улыбаются. Посол, капитан Андерсон, капитан Шепард, мы собрались с целью высказать наше признание тому значительному вкладу, который войска Альянса внесли в войну против Властелина и Гетто. Многие люди отдали жизни в борьбе за спасение цитадели. То были отважные солдаты, пожертвовавшие собой ради того, чтобы мы, Совет, остались жить. Нет жертвы больше этой. И мы разделяем вашу скорбь об утрате столь многих благородных воинов. Совет также находится в личном долгу перед вами, капитан. Долг этот не оплатен. Вы спасли от Властелина и пожинателей не только наши жизни, но миллиарды других. Капитан Шепард, ваши героические и самоотверженные действия – символ всего, что представляет собой человечество и Альянс. И хотя тех доблестных солдат, что отдали свои жизни ради нас, уже не вернуть, мы можем почтить их память своими поступками. Ой, политикан, ты посмотри. Человечество показало, что готово встать на защиту галактики. Вы доказали, что достойно занять свое место среди нас и служить в Совете Цитадели. Тебя бы я отстранил, если бы мы выполняли твои приказы, ничего бы не было бы. Нам нужен список возможных кандидатов от людей на место в Совете. Учитывая все произошедшее, ваши рекомендации, капитан Шепард, будут иметь большой вес. Ну, естественно, админала. Нам нужен человек, которому хватит смелости защищать то, во что он верит. Такой, как капитан Андерсон. Хотите вогнать меня в краску, Шепард? Вы уверены, капитан? Андерсон солдат, а не политик. Ну, как бы да, но тут, видишь, дело в том, что его аж спектром не сделали, он не бросил, типа, правое дело, с одной стороны. Да и с другой стороны, что там, великим политиком быть, ну, как бы нет. То, что... Хотя, учитывая, что это совет, ну, не столько, наверное, там важен уже политик. У него будут помощники, в виде тебя, который, типа, офигенный политик. Не-не-не, его. На цитадели и так слишком много политиков. Капитан прекрасно справится с задачей. Капитан просто нормальный чувак. Думаю, это правильный выбор. Совет примет его с радостью, если он сам согласится. Ну, он не согласится, походу. Я большен советник. Как представитель человечества, я буду всеми силами помогать Совету восстановить разрушенное. Вражение властелина знаменует начало новой эры и для человечества, и для Совета. Ну, и учитывая, да, то, что, в принципе, типа, в будущем куча кораблей властелина... Ну, не властелина, пожинатели приедут, то, как бы, поэтому солдат в Совете лучше, чем политика. Потому что мы, типа, на пороге войны. Когда придут пожинатели, мы должны действовать сообща. И вместе мы загоним их туда, откуда они вылезли. Все на вот этом эпическом лице. Типа, закончится все это дело? Прямо вот так вот. Ну, что ж, я могу сказать. Да, конечно, она очень сыроватая такая. Ну, хотя, может, на тот год это нормально, но сейчас я бы не посоветовал проходить ее кому-то снова. Потому что она какая-то такая... Я прохожу ее просто потому, что, наверное, фанат серии Mass Effect. И вообще мне нравятся такие вот космические RPG-шные версии всяких таких игр прикольные. Вот. И, как бы, конечно, чисто для меня это как честь. Отдать честь просто остальным частям. Конечно, хотелось бы пройти вторую и третью часть на канале. Возможно, мы это сделаем. Не знаю, посмотрим. Вот. Может, даже сразу приступим. Не знаю. Потому что, в принципе, гораздо не зависит мне вторая часть. Ну, как по мне. И третья. И, в принципе, вторая с третьей составляет некий, получается, такой общий симбиот. Так, и что, на чем закончится? Что мы обратно в меню попадем, да? И все. Вот. Ну, а, конечно, всем, кто смотрел, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч уже, видимо, в какой-то новой ее части. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok